Привет, ребята! С вами Косё Гасанов. Давненько мы с вами не виделись. Этим летом я ездил в прекрасную республику Карачаево-Черкесия. Провел там очень классное время. Те, кто подписан на мой инстаграм, видели оттуда фотографии и сторис. Это одно из самых, наверное, красивых мест, которые я видел в России. Однозначно советую. Это одна из самых маленьких республик в нашей стране и одна из самых бедных. Там очень дешево и поэтому эта республика отлично подходит для бюджетного туриста. Мне кажется, что можно потратить за 5-6 дней от 20 тысяч на человека вместе с билетами, арендой машины, если у вас будет несколько человек. Но все зависит от того, как вы будете тратить. Короче, Карачаево-Черкесия это ТОП. Давайте с вами отправимся в это прекрасное путешествие. Ребятки, как можно было проехать через десундуки и не попробовать воду? Давайте попробуем. Это десундуки новая. К сожалению, микрофон остался в машине. Не знаю, как меня слышно. Я хочу холодную. Здесь несколько залов и в каждом зале разная вода. И здесь сбоку написано ее химический состав. Мы находимся сейчас в другом зале. Он очень красивый на самом деле. И круто, что можно пить воду бесплатно. Пойдемте попробуем воду. Стаканчик стоит 8 рублей. Итак, пробуем. Я терпеть не могу такую воду. На вкус, конечно, это невкусно. Это супер соленая вода. Как будто бы просто взяли воду и добавили туда соль. Но, наверное, это очень полезно для желудка и всего остального. Я не уверен. А здесь можно стаканчик ополоснуть. Просто нажимаете и все, стаканчик чистый. Мы останавливаемся где-то каждые 10-15 минут, потому что началась красота. Вокруг горы, лошади, приятные запахи, пахнет цветами. Рядом горная речка. И нереально красиво. Ребятки, в Карачаево-Черкесии мы всего лишь 2 часа, а я уже влюблен в эту природу. Это безумно красиво. Из Москвы билет сюда стоит 3000 рублей и лететь всего лишь 2 часа. Редактор субтитров А.Семкин Санжар, какие впечатления? Я в шоке. Мне очень нравится. Так красиво. Ты что, хочешь сказать, что здесь красивее, чем в Казахстане? Нет. Красивее Казахстан нет ничего. Но вообще, какие у тебя первые впечатления? У меня мини-интервью. Ну, я вообще даже не ожидал, что настолько красиво зелено. И реально, ну, я не был в Исландии, не был в Великобритании, но ощущение, как будто вот какие-то северные страны. И... Да я даже не знаю, как говорят. Ну, Россия в целом, северная страна. В целом-то. В целом-то, да. Осторожно, Санжар, не сбей маленького быка. Вы видите, там бодаются быки. Ни фига себе. Что происходит? Что происходит? Ну-ка остановись, мы должны это посмотреть. Офигеть. У нас Санжар лег немного поспать. Мы нашли какой-то мост. И здесь родник, какой-то источник нам сказали. Местные приходят набрать воды и набирают прям с какой-то дырки. Ребятки, в любое путешествие я советую вам брать с собой аптечку. Вы во время путешествия, если вдруг заболеете, обязательно скажете себе спасибо. Ну, или если ваши друзья заболеют, они вам скажут спасибо. Без аптечки лучше не ездить. Так же, как и без страховки. Плюс, не во всех странах есть привычные нам лекарства. В некоторых странах без рецепта вы ничего не можете купить. Например, в тех же штатах даже линзы. Даже линзы нельзя купить без рецепта. Я нашел в интернете список лекарств, которые нужны каждому путешественнику. И собрал целую косметичку. И вот, что у меня получилось. Список лекарств я оставлю внизу в описании, чтобы вы знали, какой набор каждый из путешественников должен иметь с собой. Ну и, конечно, плюс должны быть лекарства, которые вы принимаете и так на постоянной основе, если у вас такие лекарства есть. Здесь у меня есть обезболивающее, жаропонижающее, лекарства от боли в желудке и лекарства при отравлении от аллергии для глаз, противовирусное, капластырь, градусни, томины и многое другое. Список, опять же, я говорю, я оставлю внизу в описании. Все эти лекарства я заказал с доставкой на сайте Marketplace Здоровья Здрав Сити. И это безумно удобно. Заходите на сайт, выбираете нужные лекарства. Если вдруг по ним возникнут какие-то вопросы, то их можно оперативно задать фармацевту в чате. Лекарства доставляют на дом. Доставка бесплатная от 999 рублей. В Москве и некоторых регионах от 400 рублей. Или также лекарства могут доставить в ближайшую аптеку, что тоже очень удобно. Из суперудобного в Москве и Ростове есть срочная доставка от 30 минут до 4 часов, если вам вдруг что-то, что-то срочно нужно заказать. Внизу я оставлю ссылку на сайт, и там же будет промокод Гасанов. Он даст вам скидку 10% на первый заказ. Так что, если вам вдруг что-то надо, но все никак не доходили руки купить, проходите на сайт и покупайте. Также скачивайте приложение. Через приложение даже намного удобнее покупать, например, мне. Ссылка внизу в описании. Так что не ленитесь и сделайте себе маленькую аптечку. Вы потом скажете спасибо обязательно себе во время путешествия, если что-то случится или вы заболеете. Доброе утро, ребят. Мы проснулись в нашем отеле. Вот он находится сзади меня. Спереди, конечно, прекрасное советское здание. Мы находимся в поселке Дамбай. Это курортный поселок. Если не ошибаюсь, он считается курортным поселком с 1965 года. Находимся мы на высоте 1600 метров над уровнем моря и поднимемся на высоту 3200 на Канадке. Виды должны открываться потрясающие, поэтому пойдемте к Канадке идти от нашего отеля всего лишь 6 минут. Сам поселок очень маленький. Здесь, в принципе, можно передвигаться пешком. Вы просто посмотрите на этот вид. Везде горы. Идем к Канадке по таким прекрасным видам. Очень крутая дорога, конечно, на курорте горнолыжном. И смотря на все это, мы еще вчера успели немного прогуляться. Я понимаю, почему люди предпочитают, те, у кого есть деньги, отдыхать где-нибудь в Швейцарии, в Австрии, в Альпах, короче, либо хотя бы в Сочи. Но природа красивая. Красивая природа и нереальная убогость вокруг. Везде стоят вот такие вот экскурсоводы. Можно арендовать джипы и поехать кататься. Потому что во многие места здесь нельзя проехать без джипа. Знаете, самая большая проблема наших вот таких вот городов, вообще, в принципе, наших стран, это вот то, что люди ставят какую-то непонятную рекламу несанкционированную. Что нет никаких законов, которые бы все это регулировали. Почему здесь вот валяются какие-то камни, какой-то непонятный стол. Ну, то есть, вокруг просто бесконечный беспорядок. И вот таким вот образом выглядят практически все здания. Они просто обклеены разной рекламой. И вот такое к чертям просто нужно запрещать. Дошли до канатной дороги. Вот так вот выглядит вход. Тоже, конечно, все супер новомодное. Билет выглядит вот таким вот образом. Подняться наверх и спуститься сейчас стоит 1600 рублей. Обычно, как я понимаю, это 1800. Ребятки, мы на высоте 3008 метров. Такая, конечно, открывается здесь красота. И я даже думаю, что это один из самых красивых видов, которые я вообще видел в своей жизни в горах, особенно на каких-то курортах. Это нереально и просто потрясающе. Особенно мне нравятся вот эти вот остроугольные вершины. Смотрится это невероятно. Мы посидели, посмотрели, подослаждались видами. И сейчас будем подниматься на высоту 3200 метров. Ребятки, вот эта вот вершина называется Белолакая. Ее высота 1361 метр. А вот здесь вот, вот это вот то, что вы видите, это самая высокая точка здесь на Дамбайе. Высота более 4000 метров. И здесь вечные ледники. Называется эта вершина Дамбай-Ульгер. Это самая высокая точка западной части главного Кавказского хребта. Представляете? За этими горами Абхазия. То есть вот прям везде Абхазия. Прикольно. Привет, Абхазия. Те, кто меня смотрят, откуда. На вершине тоже все выглядит. Короче, если вы были, я не знаю, хотя бы... Вот мы сейчас с Анжаром обсуждали в Казахстане, то у них на вершине классный ресторан. У них там вообще все сделано современно. Хоть и курорт тоже такой же маленький, как и Дамбай здесь. У меня ощущение, что мы, блин, в Пакистане каком-то. Еще, конечно, Сочи. Ну, просто даже вообще сравнивать не стоит. Вот такие вот стильные, модные горнолыжные курорты. Там есть туалет. Это дырка в полу. И стоит это еще 30 рублей. А руки помыть даже негде. Вот таким вот образом выглядит посадка, что вы понимали, на Дамбай-3. Все. Мы едем на третьей канатной дороге. Она самая медленная. 20 минут занимает подняться всего лишь на 200 метров. Но зато можно насладиться крутыми видами. Чего еще хотел сказать. Тут везде стоят турникеты. Вы туда засовываете свой билетик и проходите. Около Дамбай-3 никого турникета нет. Стоит мужик с сигаретой в руках. И в прямом смысле с сигаретой. Что вы понимали. И вот он стоял, дымил на нас, проверил наши билеты. Не поздоровался, ничего не сказал. Просто проходите. Мне просто обидно. Поэтому я с вами делюсь и хочу быть честным. Все, что мы обсуждаем с друзьями, я рассказываю вам. Потому что до этого я в инстаграме у многих смотрел фотографии из Дамбая и мало кто об этом говорит. Люди просто говорят, да, здесь плохой сервис. Но никто не говорит, что здесь жесть. Ну то есть просто, если вы были хоть раз где-то в нормальных местах, то вы просто поверьте, какое здесь говно. А если вы не верите моим словам, вы можете зайти на Яндекс.Карты и просто почитать отзывы. На Яндекс.Картах там такие отзывы пишут. Все, давайте закончим эту тему. Ура, ребят, мы добрались до вершины. И у нас открывается вид на главный Кавказский хребет. Вау. Здесь не нужны слова. Просто посмотрите, как здесь красиво сейчас лечу на дроне. Все, мы спускаемся вниз. Не буду снимать, хочу посидеть просто в тишине, понаслаждаться. И когда спускаешься сверху вниз, кажется, очень высоко и даже немного страшно. Хотя вот у нас Лена боится высоты. Ей нормально. Она думала, что ей вообще будет страшно подниматься и спускаться. Но в итоге все хорошо. И, кстати, по поводу того, каково было дышать, я еще хочу сказать, вот Лене было тяжело. Она сразу почувствовала, что мы высоко, что ей тяжело дышится. Я же чувствую только, когда какие-то активные вещи делаю. Сейчас забыл сказать, ребят, если вдруг вы не подписаны на мой инстаграм, подписывайтесь. Ссылка всегда внизу в описании. Я там тоже очень много всего рассказываю, публикую stories, стараюсь. И вроде бы получается неплохо. И инстаграм у меня очень-очень информативный. Итак, ребятки, мы спустились с гор. Звучит забавно. Зашли в отель, попили кофе, отдохнули. И теперь едем на Туман Лакёль. Это озеро. Кстати, мы немного сгорели и забыли даже вообще помазаться солнцезащитным кремом. Поэтому, если вы будете здесь, даже если прохладно и вам кажется, что холодновато даже наверху, все равно мажетесь кремом, иначе тоже сгорите. Мы об этом, конечно, знали, но что-то поленились. И вообще у нас даже ни у кого нету крема. Короче, едем. Мы заехали на заповедную территорию. С каждого человека заплатили 200 рублей. Просто снажер вышел с машины и отдал. Я не должен спорить, сколько людей в машине. Я останавливаюсь, пока мы не дойдем до озера. В чем причина? Потому что это заповедник? Короче, мы не знаем, в чем причина. Еще хотел сказать, что пока мы ехали, очень красивый вид открывались. И сзади я видел, открывался вид на горы. Я думаю, мы будем это видеть, когда поедем обратно в отель. Классные сосны, классная дорога. Природа, конечно, здесь шикарная. Ребятки, мы добрались до озера. Здесь везде, блин, мухи, комары. Они кусаются. Но если убрать из головы вот этих вот мух, которые здесь летают и просто искусали меня всего, здесь потрясающе. Вокруг нереальная красота. Озеро оказалось маленьким. Я почему-то думал, что оно больше. И на фотографиях в интернете, я что-то не видел вообще, какого оно размера. Еще удивился, что здесь купаются. И поэтому я сразу, как мы пришли, я просто сразу же разделся и залез в озеро. Вода прохладная. Даже, я бы сказал, немного холодная. Но суперкупабельная. Классно. Можно приехать сюда пораньше, полежать, позагорать. Здесь крутая атмосфера. Здесь люди делают шашлыки. Вот за этими вот столиками есть мангалы, которые установлены. Очень все приятно. Очень чисто, аккуратно. Но здесь можно находиться только до 5 часов вечера. Вокруг горы. Так что давайте я вам просто покажу, как все это выглядит. А вы насладитесь красотой. И Лена сказала, опять же, она очень любит Австрию. Много раз там была. Она сказала, что эта часть очень похожа на Австрию. И она со своим мужем тоже сделали примерный кадр дрона в Австрии. Ребятки, мы доехали до Донбая, сняли деньги. В Донбай есть банкомат, можно снять деньги в самом населенном пункте. Ставили сейчас машину недалеко от самого Донбая. Здесь есть шлагбаум. Дальше пройти нельзя. Мы идем прогуляться по ущелью Аманаус. И там дальше будет еще водопад. Дальше пройти нельзя. Мы дошли. Да, ребятки, мы дошли до водопада. Он называется Чертова Мельница. Это просто потрясающе. Мне кажется, что здесь красота главная не водопад, а вид, который открывается. Когда ты стоишь и смотришь на водопад, водопад получается снизу. Но когда ты поднимаешь глаза, перед тобой огромная гора. На этой горе водопады, маленькие водопады. Как минимум мы видим три водопада. Четвертый под нами. Это нереально выглядит. Напоминает мне Швейцарию. Даже я больше сказал бы, в этой поездке я вижу природу и красивее, чем Швейцария. Круто, ребят. Я очень рад, что все-таки решился поехать в Карачаево-Черкесию и что могу вам показать, какая красивая у нас страна. Ребятки, мы уже идем обратно. Я хотел вам сказать, что когда мы шли сюда, у нас спросили, какое у нас гражданство. И я подумал, что раз они спрашивают, какое гражданство, наверное, можно только россиянам. И мы сказали, что у нас у всех российское гражданство. Они увидели Санжара и увидели его внешность. И сразу спросили, а у него какое гражданство. Мы сказали, что у него тоже российское гражданство. Нас пропустили. Ну, хотя у Санжара казахстанское гражданство. На всякий случай, в такие места лучше брать паспорта. У нас их не проверили. Но здесь пограничная зона с Абхазией. Ну что, ребята, мы приехали на классный трекинг на Бадукские озера. Точнее, на хайкинг. Здесь три озера. Это заповедная зона. Посмотрим, как все это будет в итоге. Слушайте, начало пока такое. Нелегкое. Подъем очень сильный. Надеюсь, что скоро будет равнина. Потому что сложно подниматься, но красиво похоже на Йосемити периодически, на национальный парк в Штатах. Прям кайф. Нас догляла Лена. Лена, молодец. Мы за тебя болеем всем Ютубом. Оставили Лену. Идем. Лена, давай. Тяйо. Итак, ребятки, что я знаю про Бадукские озера и про этот маршрут. Длина 10 километров. 5 километров в Баду сторону, 5 километров в другую сторону. Примерно нужно 5-6 часов. На самом деле, я бы заложил бы часов 8, чтобы посидеть, понаслаждаться. И это сеть озер. Можно увидеть три. И даже говорят, что есть какие-то выше озера. Я про них ничего не знаю. Но мы идем именно посмотреть на три озера. Они находятся прям друг за другом. И начало маршрута на высоте 1400 метров. А конец маршрута на высоте 2000 метров. Мы дошли до первого озера. Красота нереальная. Но идем дальше отдыхать будем попозже. Ребята, Лена просто героиня. Посмотрите, она дошла. А я прочитал, что этот маршрут считается довольно тяжелым. Я не долгалась на самом деле. Но когда я дошла до первого озера, у меня уже было. Открыл второе дыхание и решил, что я обязана восстать. И я уже не останавливалась и шла. Ура, молодец. Ребят, мы уже прошли первое и второе озеро. И практически доходим до третьего. Я не хочу ничего сейчас говорить. Делать какие-то вставки, потому что это природа. И ей нужно просто наслаждаться. Поэтому давайте просто посмотрим на кадры с дрона. Мы идем уже обратно. Время полшестого. Темнеет. Но сейчас очень классное освещение. Мы немножко пофотографировали, поснимали. Но у меня садится камера. Да и в принципе вы все увидели. И еще я решил искупаться в озере. Это было прекрасно. Если вы не боитесь холодной воды, то я советую, потому что это супер освежает. Как только попадаешь в воду, у тебя немеет сразу все тело. Но какой же кайф ты от этого испытываешь. Особенно, когда выходишь из воды, у тебя все тело, оно какое-то другое. И я только вылез из воды. Прошло, наверное, минут 15. Я сказал ребятам, ребята, я хочу еще. Но у нас уже не было времени, поэтому мы пошли вниз. Все, ребят, мы дошли. Это было очень круто. Я всем советую, рекомендую. Нереальная красота. Но я не знал, что это будет немного сложновато. Я не знал, что нужно будет подниматься так высоко. Я очень устала. Но в целом это все равно стоило на все 100%. Очень классно. Ты довольна? Да, я очень довольна. Ты рекомендуешь людям? Очень. Да, но готовься к тому, что реально нужно подниматься почти все время. Я сказал, он был уверен на 99%, что я не дойду. Я был уверен. Я дала себе слово, что чего бы мне это ни стоило, я дойду. И мне очень помогла палка. Санжар, а тебе как было? Это было очень красиво. Вообще офигительно. Немножко сложновато, но это того стоит. Доброе утро, ребятки. С вами сгоревший Косек Гасанов. И мы переночевали в Архызе вчера. У меня села камера, поэтому я не смог вам ничего заснять. Но мы практически ехали в темноте. Только какое-то время проехали, когда было светло. Проезжали классные деревни. Было очень красиво, классная природа. Доехали до Архыза, переночевали, позавтракали. И вот сейчас едем на Дукинские озера. Дорога здесь, конечно, пипец. Мы на Киарио вроде бы проезжаем, но иногда с трудом. С Леной выходим, боимся задеть дно. Потому что в Мексике мы так уже поцарапали машину. И сейчас вот боимся, что может получиться то же самое. Время 12.30 у нас. Мы супер медлительные. Мы не из тех путешественников, которые здесь стоят в 6 утра и бегут быстренько по всем локациям. Мы делаем все. Высыпаемся с комфортом. Завтракаем. Сейчас поставим где-нибудь машину и пойдем пешком. Идти пешком туда-обратно до Дукинских озер. Часов 6. Посмотрите, кто тут. Здравствуйте. Добрый день. Сколько вас тут много. Привет, коровы. Пипец. Я думал, он сейчас на нашу машину упадет. Так, уезжаем отсюда. Ребята, я хотел сфоткать нашу машину, но страховки нет. Поэтому гоним, гоним. Сейчас будет нападение коров, ребята. Плохие коровы. Чуть нашу машину не угробили. Ну ладно, хорошие. Пока-пока. Короче, блин, все непонятно. Мы где-то непонятно где. Ребята в машине. Уже развилка. Но мы не понимаем, на этой развилке нужно останавливать машину или дальше ехать. Здесь стоит машина. Короче, вообще ничего не понятно. Хоть бы один знак поставили. Давай попробуем поехать дальше, может, туда. Короче, я опять вышел. Мне уже заколебалось выходить из этой машины. Есть дорога туда. И есть дорога туда. И вот мы не понимаем, нам туда или туда. Но вот я вижу одного человека. Короче, решили не оставлять здесь машину, проехать еще. Потому что иначе нам придется идти пешком лишние 3 километра. Всего идти около 12 километров, как нам сказали люди здесь, которые идут. Я не знаю точно ли это информация. Но проедем, потому что время уже почти час, блин. А мы только начинаем. Ничего даже сегодня не начали. Но зато намазали солнцезащитный крем. Хотя бы сегодня не сгорим. Хотя сегодня облачно. И даже дождь обещают. Вся дорога вот такая вот. И мы переживаем, потому что у нас нет нормальной страховки. И потом я боюсь, что мне придется за машину заплатить огромное количество денег. Из-за этого мы думаем, что нам делать. Я бы не стал рисковать, потому что дальше непонятно вообще, какая дорога. И если бы у нас была полная страховка, то еще бы можно поскать. Ну ладно, пофиг, а у нас страховка будет. А так, во сколько это пойдет? Не знаю. Ну давай назад сдавать. Короче, мы зря старались. Потратили время. И в итоге машину оставляем здесь, потому что мы не можем проехать. Обещаю дерево. Ребятки, у нас привал. Взяли с собой фичины. Сидим с офигенным видом прямо у реки. От воды такая прохлада. И мы, конечно, каждый раз удивляемся, насколько мощный напор. Сейчас тают ледники. И поэтому классный. Вообще конец июня, как я понимаю, начало июля. Это прям очень красивый сезон. И еще, судя по фотографиям, но если что, вы мне подскажите в комментариях. Красиво в сентябре-октябре, когда все золотистое. Мы втроем в восторге от Карачаева-Черкесии. Мы прошли уже больше половины. Первая часть супер. Это просто прогулочная тропа. Мы шли, отдыхали, ели. Были небольшие подъемы. И в целом, ту часть может пройти просто любой. А сейчас начались камни и подъем. Посмотрим, каким он будет. Но пока эта тропа намного лучше вчерашней. Она намного красивее, чем вчерашняя, живописная. И мы, конечно, не ожидали, если честно даже. Я вообще очень плохо был подготовлен. Я выбрал, какие места хочу посетить, но особо фотографии не смотрел. Точнее, фотографии я смотрел, но смотрел фотографии просто озер, которые будут наверху. Но абсолютно не знал, какая будет тропа. А тропа оказалась... Ого-го! Это место... Короче, все места, конечно, я советую. Но это место прям... Вау! Микрофон не прицепил. Ну, пофиг, не так тяжело. Кажется, мы поднялись. А, нет. Кажется. Блин, какой красивый вид. Обалдеть! Слушайте, ребят, либо я слишком эмоциональный, либо каждый раз, когда я путешествую, я думаю, блин, вау! Я, по-моему, такой красоты еще до этого не видел. И знаете, у меня так каждый раз. Сейчас я себя немножко похвалю. Мне очень нравится одно качество во мне, что, несмотря на то, что я видел очень много красоты, я в целом до сих пор остаюсь очень эмоциональным. То есть, конечно, есть места, которые меня уже не так сильно удивляют. Горы природы разве могут перестать тебя восхищать? Не знаю, мне кажется, такого никогда в жизни у меня не будет. Я надеюсь. И, кстати, мне об этом даже пишут иногда в комментариях, что у меня такой ребяческий восторг очень часто. Надеюсь, он у меня останется. Мы шли 3 часа 10 минут с остановками на фото, видео и так далее. 750 калорий лично я потратила. Поднялись на 520 метров. А сколько километров? И 7 километров. Или 7,5 межрежных домов. Ребята, новости на данный час. Мы добрались до первого озера. Оно безумно красивое. Первое озеро называется Рыбка. Второе озеро находится вот за этими холмами. Нам сейчас нужно вот так вот сюда залезть. Невероятная красота, но гремит гром. Представляете? Я думаю, вы заметили, что стало облачно. У нас есть пакет. Я просто думаю, как мне технику спрятать. Всегда берите с собой пакет, если вдруг ожидается дождь. Вау, как красиво. Лена, кстати, довольна в итоге, что все это преодолела. Да, Лен? Да, но мне кажется, я все равно внутри в какой-то истерике. У нее внутри истерика. Ну, бывает. Знаете, она очень осмелела за последние лет 10, а мы с ней уже дружим 11 лет. Вау. Я тут тоже. Привет, снег. Набрали-то снега. Очень крутой подъем. Мы быстро поднимаемся, потому что уже капает дождь. Нам нужно это хотя бы одним глазком увидеть. Я на дроне не могу залететь из-за дождя. Простите, ребята. Не могу вам показать с высоты ничего, если будет идти дождь. Мы это сделали. Ура. А, Санжар. Вот первое озеро, рыбка. Мы вот прям оттуда поднялись сюда. Очень быстро прям бежали. И вот второе озеро. Слушайте, ребята, конечно, не повезло нам с погодой в самом конце. Гром гремит, капает. И я успел взлететь на дроне на свой страх и риск, потому что в любой момент могло ливануть. Поэтому я немного полетал. Но зато вы теперь себе можете представить, как все это выглядит с высоты. Идем за Леной и будем спускаться вниз. Не знаю, пойдет ли сильный дождь или нет. Слышите? Гром гремит, а я, блин, еще искупаться хотел. Мы вообще планировали прийти хотя бы час. Поваляться у озера, понаслаждаться, побродить вокруг. Здесь можно подняться наверх. Но ничего. Так тоже бывает. Спускаемся вниз. А спускаться аж вон туда. Дождь пока идет, но не сильный. Но гром со всех сторон. Было так солнечно, красиво. А сейчас, знаете, немного даже жутко смотрится. И нам, по идее, быстрее бы пройти. Потому что если начнется ливень, нам неудобно будет по обрыву спускаться. И до ливня бы, если он будет, пройти бы этот обрыв. Вот такая вот суровая красота. Так, все, дождь пошел стильный. Мы стоим под деревом. Ждем Лену. Сейчас будем идти, блин. Вот так холодно. Я потерял когда свою рубашку. Либо оставил ее в машине, хз. Нас успокоили. Я боялся насчет молнии. Переживал. Думал, вдруг нас ударит молния. И мы умрем прямо здесь, в Карачаево-Черкесии. Сказали, что сюда молния не бьет. Они узнавали. Так, ребятки, мы спустились. Это была жесть. Ливень то был прям сильный-сильный, то как сейчас, Лена упала. Ударилась головой. Я быстро к ней навстречу, спотыкаюсь, падаю в лужу. Но в итоге все хорошо. Мы встретили людей, которые видели медведя. Представляете? И если мы за ними успеем, за этими людьми, то они нас довезут на машине. Три километра мы сможем проехать на машине. Это, конечно, супер. Ребята, можете нас поздравить. Мы почти дошли. Эти добрые люди взяли нас с собой. Дали Лене палки. Помогали нам. И вот сейчас вот на этой машине советской поедем. Ура. Все, ребят, мы дошли. Мы в машине. Нас довезли. Мы переоделись полностью. Только единственное, блин, не знаем, что делать с обувью. Потому что обувь у нас только одна, к сожалению. Будем ехать дальше. Наверное, оставим сегодня в открытии. Потому что ехать до Кисловодска и так далее очень далеко. Так, ребятки, мы в отеле приехали. Это, конечно, полная жесть. Мы переоделись в машине, как я вам уже говорил. Вся одежда полностью мокрая. У нас только одна ночь. Батареи не работают. Поэтому я не понимаю, как мы все это высушим. Обувь мокрая полностью и грязная. Я сейчас под душем промыл свои кроссовки. И у нас у всех только по одной обуви. И мы угорали, знаете, над чем? Над тем, что у нас есть трекинговая обувь дома. У нас есть специальная одежда. У нас есть дождевики. Куча всего. Но мы ничего с собой не взяли. Мы просто поехали в обычной одежде. Не взяли сменную обувь. И даже о том, что у меня есть зонт, я вспомнил только на полпути. И в итоге на полпути я открыл. И зонт поставил над своим рюкзаком. Потому что в рюкзаке у меня была техника. Я переживал, что рюкзак промокнет. Потом в итоге полностью промок. Будем спать. Надеюсь, что высохнет. Но приключение получилось прикольным. И классно, что нас мужик довез на своей машине. И в итоге нам не пришлось идти лишние 3 километра под дождем. Но мы уставшие. Жесть. Но я это рассматриваю как прикольное приключение в любом случае. То, что точно запомнится из этой поездки. И невероятно красиво. Ну просто невероятно красиво было. Вот такие вот дела. Я иду спать. Вообще ничего не могу делать. Увидимся завтра. Доброе утро, ребята. Мы проснулись. Все вещи наши были мокрые полностью. Обувь мокрая. Надели бахилой, чтобы хоть как-то нам было комфорта. Потому что обувь не засохла вообще. У нас облачно, холодно. Мы устали. Только что выселились из домика нашего. Тут, кстати, потрясающая территория. Очень классно выглядит. Я вот только что ребятам говорил, что я бы очень хотел бы себе домик среди таких деревьев. Так, сейчас едем завтракать. А дальше мы посмотрим. Возможно, больше ничего не будем делать. Потому что мы реально устали. И сил вообще нет никаких. Куда? Смотрите, кто здесь. Смотрите, кто здесь. Песель. Поехали с нами. Поехали тебе за Мирова. За Миру сладость. Такая кусок. Такая кусок. Такая кусок. Такая кусок. Ребятки, мы приехали в горную поляну Таулу. Здесь можно покататься на лошадях, взять экскурсию на Софийские озера, Софийский водопад и много вообще чего такого. Здесь река, палаточный лагерь. Можно поесть, купить всякие сувениры, продукты, мед, сыр, айран и куча всего такого. Что мы делаем? Просто отдыхаем, потому что у нас вообще нет сил ни на что. Мы хотели поехать на Софийские водопады, но в итоге понимаем, что мы не очень-то и хотим никуда ехать, потому что просто устали. Здесь красиво. Сегодня обещали целый день дождь, но пока нормально. То есть дождь то идет, то нет. Недавно даже солнце вырезало на пару минут. Будем сейчас пить чай. Я думаю съесть хычин. Это уже мой пятнадцатый хычин за четыре дня. Я скоро в него превращусь. Нам принесли чай в таком классном чайнике. Ушевидный стакан. Еще принесли, как в Турции и Азербайджане. Ребятки, мы посидели на поляне Таулу. Попили чай. Решили никуда не ехать. На сто процентов мы устали. Просто сейчас будем кататься на машине и смотреть на красивые виды. Я взлетел там на дроне, чтобы заснять вам красоту вокруг и деревню, которая выглядит просто ужасно. То есть туда даже нет дорог. Здесь вообще в принципе есть одна дорога, а дальше вы просто едете по бездорожью. Сейчас мы стоим недалеко от поселка Архыс. Я тоже взлетел на дроне, чтобы вам его показать. И смотрится, конечно, сверху более-менее нормально. Но в целом, мы вот с ребятами уже обсуждали, Дамбай после Архыза окажется просто мегаполисом каким-то развитым. Ребятки, мы неожиданно для нас доехали до Архызского городища. Здесь в 10 по 12 век жили Аланы. И здесь находился город Маас. Так что здесь сохранились церкви 10-11 веков. Сейчас едем на машине и смотрим на все это. Смотрите, храм очень хорошо сохранился до наших дней. Вот это вот фото 19 века. А сейчас вот мы видим вот таким после уже реставрации. Очень круто. Сейчас хотим зайти внутрь и посмотреть, как все выглядит. К сожалению, как всегда, тупые люди расписали стены. Нет, идиоты, конечно. Сколько же идиотов, ребят? Мы доехали до городка. Это черкеска. И здесь, оказывается, ходят троллейбусы. Я не знаю, какого года троллейбусы, но они выглядят очень-очень старыми. Проезжаем мимо город, просто здесь пообедаем и поедем дальше. Едем мы сегодня с вами в Пятигорск. На этом все. Огромное вам спасибо за просмотр этого видео. У меня два плюса, которые я запомнил. Это нереальная природа. Ну, просто нереальная красота. Какая-то Швейцария российская. Даже, может быть, некоторые места еще и красивее. И хачины. Я обожаю хачины. Это блюдо такое местное, как чебуреки с сыром, что-то похожее. Из минусов, это очень бедный регион. Поэтому там страдает инфраструктура. Нету нормальных, приличных отелей. Для кого-то, может быть, это будет проблема. Нету каких-то прикольных, классных кафешек. Пока все это еще не дошло до этого региона. Но туда едут сейчас из-за природы. Но и плюс, из-за того, что нет такой хорошей инфраструктуры пока что, там довольно дешево. Так что катайтесь по России. Это классно. Надеюсь, что когда-нибудь я смогу вам показать больше классных регионов. Подписывайтесь. Будет просто прекрасный из Кыргызстана. И также подписывайтесь на мой инстаграм. Скоро на канале будет много чего нового. С вами был Кася Огасанов. Пишите свои комментарии внизу в описании. Если вы были в Карачаево-Черкесии, то тоже пишите свои отзывы. И, может быть, еще раз езжу в Карачаево-Черкесию и сниму что-нибудь для вас новенькое оттуда. Потому что я очень много чего там еще не успел посмотреть. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok